Я приветствую зрителей телеканала «Актиз» в эфире «Местное время» и я, Елена Мильвет. Чем закончилась очередная рабочая неделя, какими событиями будем гордиться, а каких сожалеть, постараемся рассказать в этом выпуске. Главное сегодня. Ребенок к нам поступил в тяжелом состоянии. Ребенок поступил в отделение реанимации. Второй случай за неделю в Ангарске вновь из окна выпал ребенок. Полностью обследован, несмотря на отсутствие страхового полиса. Пациенту проведены исследования линологические, в том числе и спиральная комплектарная томография. Жертва ремонта дорог. Рабочий попал под каток и был доставлен в больницу. Замечательный доктор, как говорится, тащит за уши. Благодаря ей живо. Конечно, всех поздравляем. С праздником, здоровья всем. Удачных дел. Благодарности и награды за жизнь и здоровье. В Ангарске начинают праздновать День медицинского работника. В Ангарске снова из окна выпал ребенок. Полуторагодовалый мальчик накануне пострадал от падения с третьего этажа. По информации полиции, мать ушла на работу, оставив сына под присмотром родственников и его 16-летнего брата. В момент происшествия малыш находился на кухне. Окно было приоткрыто, а дверь закрыта. Мальчик подставил столик к окну и вывалился наружу. Взрослые не сразу обнаружили, что ребенка нет. Скорую помощь вызвали прохожие. Ребенок к нам поступил в тяжелом состоянии. Ребенок поступил в отделение реанимации. Что касается травм, это сочетанная травма с повышением головного мозга, позвоночника и костей, конечность. Ходить ребенок будет, утверждают врачи. Правда, на реабилитацию уйдет какое-то время. И медики, и полицейские опровергли информацию, что малыша якобы кто-то специально выкинул из окна. Напомним, это уже второй случай падения детей из оконных проемов за неделю. Поэтому большая просьба к родителям не оставлять своих детей без присмотра. Иностранный рабочий попал под асфальта укладчик. Инцидент произошел во время ремонта автомобильных дорог. Водитель Катка умудрился зацепить тяжелой техникой своего коллегу. 30-летний мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи с подозрением на перелом костей таза. Полностью обследован, несмотря на отсутствие страхового полиса. Пациенту проведены исследования лингологические, в том числе мультиспиральная и компьютерная томография. Осмотрен всеми необходимыми специалистами, включая травматолог, нейрохирург, хирург, терапевт. Костной патологии, повреждений костного скелета у данного пациента не выявлено. Таким образом, факт того, что асфальтоукладчик переехал данного пациента, он, конечно же, не подтвердился. Врачи зафиксировали ушиб мягких тканей правой боковой области. Эти травмы носят амбулаторный характер и не требуют госпитализации. Медики рекомендовали мужчине наблюдаться у травматолога. Жителям микрорайона Северные вернули маршрут номер 28. Напомним, в начале февраля перевозчик, обслуживающий данное направление, хотел отказаться от него из-за нерентабельности. В результате переговоров было принято решение сократить путь следования автобусов. Как сообщили в администрации округа, 1 июля движение по маршруту будет полностью восстановлено. А вот существование двойки, следующей до микрорайона Китой, сейчас под большим вопросом. У нас зафиксировано 7 нарушений. Они осуществляют в должном виде транспортное отхоживание населения микрорайона Китой. Таким образом, мы готовимся, претензионные письма, кстати, написаны все в адрес перевозчика. Мы готовимся, рассматриваем вопрос о расторжении данного договора. Такая же ситуация с 17 маршрутом. Из-за многочисленных нарушений перевозчиков договоры с ними могут быть расторгнуты в ближайшее время. Оба направления будут заново выставлены на аукцион. Ангарск обзаведется собственным брендом. Это событие должно произойти в декабре. Сегодня проект презентовали в ресурсном центре общественных инициатив. Конкурс на создание бренда, который объявила администрация округа, выиграла московская фирма. Специалисты утверждают, что во время разработки логотипа, слогана и общей концепции максимально учтут мнение ангарчан. По итогам исследования у нас должно появиться понимание, что такое город Ангарск, как его видят жители, как его воспринимают, какое место он занимает среди городов Иркутской области, среди Сибири, какие города на него похожи, что делали в плане бронега другие города. В ближайшее время у проекта появится свой сайт. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. Кроме того, к участию приглашаются потенциальные партнеры и волонтеры. По заверениям разработчиков, бренд позволит Ангарску объединить жителей и послужит основой для общения города с внешним миром. Будьте здоровы! Накануне профессионального праздника поздравления принимают сотрудники лечебных учреждений Ангарска. В эти дни врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары выслушивают не жалобы на состояние здоровья, а добрые слова с пожеланиями счастья, удачи и терпения. Подробности в сюжете далее. МАНО, лечебно-диагностический центр, давно снискал репутацию одного из лучших медицинских учреждений Ангарска. Безусловно, очереди встречаются и здесь. Это уже примета нашего времени. Однако спрос на врачей напрямую свидетельствует об их квалификации и профессионализме. Официальный день медработника отмечается 19 июня. Однако поздравления врачи начинают принимать еще накануне. Конечно, всех поздравляем с праздником, здоровья всем, удачных дел. Казанцева Львов Александровна, врач-кардиолог. Я у нее уже много лет стою на учете. Замечательный доктор, как говорится, тащит за уши. Благодаря ей живо. Я наблюдаю врача Калмычковой, Екатерины Алексеевны. Желаю, чтобы у нее было самое главное – здоровье. Это отличный. Наверняка у каждого ангарчанина найдется немало добрых слов для представителей этой благородной профессии. В честь профессионального праздника ветеранам здравоохранения, лучшим работникам, отличившимся не только в трудовой деятельности, но и вне больницы, вручили благодарности, грамоты и подарки от окружной администрации, а также законодательного собрания Иркутской области. У нас просто замечательный коллектив. И я даже не вижу своей жизни без этого коллектива. Это замечательный, сплоченный, трудоспособный, профессиональный, грамотный коллектив, который умеет и поработать, и повеселиться. Нескольких работников МАНО наградили за участие в юбилейной легкоатлетической эстафете. Да и с чувством юмора у медиков все в порядке. Игры КВН здесь проходят с завидной регулярностью. Ведь если смех не продлевает жизнь, то делает ее чуточку веселее и задорнее. Коллектив телекомпании «Акти» со всей души поздравляет всех медицинских работников Ангарского округа, желает благополучия, хорошего настроения и, главное, в стремлении сберечь здоровье своих пациентов не забывать о своем. Может ли в Иркутской области случиться вспышка бешенства и какое отношение к этому имеют бродячие собаки? Эти вопросы накануне обсудили в ходе «Круглого стола», за которым собрались зоозащитники, медики, ветеринары, а также представители органов власти. Какие проблемы были обозначены в ходе встречи, расскажет Яна Попова. С каждым годом на отлов бездомных собак выделяют все меньше и меньше средств. Например, в этом чуть больше миллиона на поимку 300 собак. Пока выловлено только 89. Заявок от граждан намного больше. Стоит отметить, что специалисты вовсе не ставят задачу убрать всех дворняк в округе. По мнению зоозащитников, животные городу нужны, чтобы защищать территорию от проникновения диких собак, которые являются источником агрессии и разных болезней. Здесь уже это звучало бешенство, лептоспироз, гельминтозы. Наиболее вероятные из них, которыми могут болеть и животные, и люди, эхинококос, дефилобатриоз, трихинеллез, апистархоз, токсокороз. Токсоплазмоз чаще наблюдается у кошек. Грибковые заболевания. Стрягущий лишает рихофития микроспория. Это близнецы Рэм и Алиса. Добродушные дворняги пережили чудовищную человеческую жестокость. Кто-то решил позабавиться и расстрелял собак из ружья. У одного пса пулю извлекли из ноги, второму снаряд попал в голову. Здесь же в соседнем вольере живут семь кошек. У усатых переломаны хвосты и лапы. И таких в месяц поступает около 30. Содержание и лечение – все на деньги волонтеров. Большинство четвероногих, которые сейчас находятся на передержках фонда «Право на жизнь», стерилизованные и вакцинированные. Об этом говорят желтые бирки на ушах. В Ангарске принято решение создать тоже рабочую группу, которая могла бы оперативно реагировать на какие-то серьезные ситуации, на образование стаи в городе, проводить профилактические беседы. Основной упор, конечно, был сделан на садоводство и гаражные кооперативы. Это те товарищества, с которыми никак не удается найти общий язык, никак не удается призвать их к наведению порядка на своих территориях. По итогам круглого стола было принято решение создать комиссию, состоящую из ветеринарных врачей и зоозащитников, для контроля садоводств и гаражных кооперативов. Специалисты планируют призывать нерадивых дачников к стерилизации питомцев. Ветнадзор будет выезжать на коллективные заявки садоводств и ставить прививки от бешенства. Для населения эта услуга бесплатная. По данным ветеринарных специалистов, Иркутская область пока один из немногих регионов, где еще нет вспышки этой болезни. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Алексей Кусюмов. Местное время. Акция от выпускника до студента прошла сегодня в 15 районах Иркутской области. Мероприятие рассчитано на учащихся средних и старших классов. В Ангарске участие в акции приняли ученики 11-й школы микрорайона Китой. Сотрудники Центра занятости рассказали подросткам о среднеспециальных и высших учебных заведениях города. А также продемонстрировали фильмы о самых востребованных профессиях. На практике в больничных палатах студенты проходят испытания на прочность в работе с настоящими пациентами. На сегодняшний день у нас востребованы медицинские работники, это врачи, медицинские сестры. На сегодняшний день у нас востребованы учителя. На сегодняшний день у нас востребованы специалисты инженерного профиля, то есть это строители. Это специалисты, связанные со сметным делом, производственно-техническими отделами. Ребята на самом деле очень не сориентированы даже в названиях профессии. То есть, если они хорошо знают, кто такой юрист, экономист, например, кто еще может быть менеджер, но очень плохо представляют себе, кто такой станочник, фрезеровщик и токарь. Задача акции – как можно раньше начать информировать учеников о выборе будущей профессии, чтобы ребятам в дальнейшем было легче определиться с профильным экзаменом и без труда освоить специальность. Пока одни школьники только планируют, кем будут трудиться, другие уже вовсю рассматривают вакансии на летний период. Накануне на ярмарке в Центре занятости молодым людям предложили почти 100 свободных рабочих мест. От 14 до 18 лет несовершеннолетние граждане могут принять участие в трудовых отрядах, то есть при образовательных учебных заведениях организуются трудовые отряды, где дети также занимаются трудовой деятельностью. Кроме заработной платы, которую выплачивает работодатель, из средств областного бюджета Центр занятости каждому несовершеннолетнему перечисляет материальную поддержку. Размер материальной поддержки средств областного бюджета составляет 1530 рублей в месяц. Узнать о вакансиях подростки могут в любой будний день. Из документов, обратившемуся, нужно иметь только паспорт. В Омске состоялось первенство Сибирского федерального округа по веламотокроссу, в котором принимала участие команда молодежного объединения «Райдер» из Ангарска. Спонсором спортсменов выступил благотворительный фонд «Красноштанова». Он профинансировал поездку для 10 участников команды руководителям. По словам тренера Андрея Савина, на соревнованиях ангарчане показали себя сильнейшей командой. Благодаря своей временной помощи благотворительного фонда «Красноштанова», сборная смогла принять участие в соревнованиях высокого уровня. Семь из десяти спортсменов заняли призовые места, четыре из них первые. По возвращению гонщики получили от фонда памятные подарки. Наш выпуск продолжит рубрика «Лето в городе». Сегодня о том, как и самое главное, где можно отдохнуть и провести время с семьей и друзьями, расскажут сами ангарчане. Спонсор рубрики – магазин женской одежды больших размеров, большая мода. Сложно у нас в городе отдохнуть, потому что везде людей много, пыльные и так далее. Мы делаем как? Мы берем собачку, идем пешком буквально за трубой. С одного конца города в другое ходим пешком. Хорошо? В день километров по пять, по шесть, по семь, а на раз по десять проходим. Мы на площадке ходим, на площадке здесь, на площадке в нефтехимике. Ну вот возле фестиваля с той бабушкой ходит, которая поближе живет. А так вроде пока ничего, но на Байкал собирается. А в городе только вот на этих, на площадочках, на горках любят, на качелях дети кататься, на батутах прыгать. Это просто вот удовольствие. В основном парки, конечно, выручают. Просто у нас вот этот парк мне очень нравится строителям. И еще там в 95-м, но он не был густой, но все равно нужно отдыхать. Начинается лето. Берем отпуск, но едем на Китай, по паркам везде, где получится, где поудобнее. Все, отдыхаем. И на сегодня это все. В субботу и воскресенье с итогами недели вас познакомит мой коллега Даниил Недельский. А я желаю вам побольше позитивных новостей и до встречи. Продолжение следует...